По версии следствия, участковой уполномоченной полиции Ильгиза Шахмаметьев в ноябре 2018 года потребовала от дворника уборки территории возле пункта полиции. Женщина отказалась, была избита, а позднее на нее сфабриковали липовое дело об административном правонарушении. Сам обвиняемый все отрицает. На этом заседании предполагалось опросить свидетелей по уголовному делу Ильгиза Шахмаметьева. Однако в Октябрьский район Исуцаранска пришли только два человека из всего списка. Сначала гособвинитель поинтересовался подробностями вызова врачей скорой медицинской помощи к потерпевшей. Но узнать детали случившегося в конце ноября 2018 года оказалось непросто. Диспетчер станции скорой медицинской помощи объяснила, что в день ей приходилось принимать до 160 звонков и поэтому сейчас ничем помочь суду не может. Другая свидетельница по делу об избиении дворника Нины Кузовенковой оказалась не в пример многословной. Валентина Ведяшкина очень образно охарактеризовала потерпевшую. Она росла маленькая, она наверное не выросла из-за того, что она много работает, она не успела вырасти. Вы знаете, вот если сидеть около дома на лавочке, то у вас закружится голова, как она работает. Она у нее участок, в ее возрасте участок или дом за городом, у нее двое внуков, которые она растит и которые у нее один там призер, другой призер, то бишь человек занят делом и очень делом занят. Работу дворника председатель ТСЖ Валентина Ведяшкина оценила как исключительно хорошую и тут же подчеркнула, что убираться она должна только на своем участке. Принцип территориального разделения для коммунальщиков практически нерушим. Сейчас вы меня спросите, нагазать его, посадить его? Я вам скажу, единственное, что в органах его держать нельзя. Это однозначно. В органах за то, что он совершил, держать нельзя его. Это опасно даже для органов, для людей в округе опасно, что страж порядка, который призван наводить этот порядок, сам беспредельщик. Согласие обеих сторон, показания нескольких других свидетелей будут оглашены без их вызова в суд. Что касается остальных, в особенности сотрудников полиции, то тут защита настаивает на их личном присутствии на судебном заседании. Евгений Волков, Игорь Гангаев. Наши новости.